Всем привет, девчонки! Хочу с вами обсудить новую линейку Биомика, которую мы получили в каталоге номер 16. Я получила, заказывала подруги. Я заказала себе мицеллярную воду и подруги тоже, а также себе заказала мусс-крем для умывания, тоже из этой линейки. И сейчас немножко поподробнее расскажу о том, что я испытала, какие ощущения при использовании. Ну, начнем с того, что вся линейка у нас Биомика не содержит парабенов, этилового спирта, СЛС, мыло, красителей и имеет гипоаллергенную отдушку. И для каждого средства написано, на какой процент оно состоит из натуральных компонентов. Все цифры приближены к 100%. У нас, мне кажется, еще не было такой продукции. Мусс 90%, 94% для геля и 96% для мицеллярной воды. Ну, я в составах не эксперт, я доверяю тому, что написано на страницах каталога. Ну, и честно, составы все очень большие, и начинать их разбирать, это нужно посвятить этому достаточно большое количество времени. Я пока не нахожу этого времени, я думаю, что кто-то из вас уже это сделал, и если не сложно, хотя бы вкратце поделитесь в комментариях. Ну, а я начну с того, что первое применение мицеллярной воды вызвало у меня сжение на лице. Достаточно жестковато для меня показалась мицеллярная вода, но я это, конечно же, списала на свою, ну, не сказать, чтобы чувствительную кожу, но бывало у меня такое, что, допустим, тоник Реноваж жутко сжег мне лицо. Вот эта вода точно так же сработала на моем лице. И я еще в первый день подумала, наверное, я, в общем, знаете, как поступила? Я поступила неправильно в первый день, и я после гидрофильного масла, и когда уже нанесла гидрофильное масло, смыла его, думаю, что же я мицеллярку не попробовала, и решила попробовать мицеллярную воду. И вот это неправильное использование, я подумала, что оно именно привело к жению, все списала на неправильное использование, решила на следующий день я еще раз попробую мицеллярную воду. И на следующий день просто начала очищение именно с этой воды, и у меня было ощущение, что я протираю лицо спиртом. Вот именно такое жжение у меня было, то есть не просто спиртом каким-то раствором, а именно 96% спиртом. Я это ощущение знаю, когда я в молодости, там, совсем в юности, когда у меня была очень проблемная кожа, я все это прижигала спиртом, в мое время больше нечем было, и спиртом было тяжело достать, но я эти ощущения прекрасно знаю. И у меня вот то же самое было после использования этой мицеллярной воды. Я поняла, что это неправильно, у меня разровелось, кожа не раскраснелась, прям порозовела, как будто бы я использовала массажную щетку на лице, у меня покраснения были вот здесь на лбу, и вот эти треугольнички щек, вот тут немножко на подбородке. Третий раз я уже не стала экспериментировать, веки жгло, то есть все, что я пыталась снять там остатки туши, я тушь смываю сначала водой, потом уже на диск мицеллярку или двухфазную жидкость, и затем все вот, вот эту вот панду я умываю уже специальными средствами. Ну и третий раз я побоялась использовать третий раз подряд, потому что после первого раза реакция только выросла, то есть оказывается, что после гидрофильного масла было еще не так все плохо. Возможно из-за того, что оно не до конца смылось, возможно, ну и оставила, да, там какую-то жирную пленочку на лице, и не так мицеллярка обожгла. На второй день она легла просто на макияж, да, я смывала макияж, это первый этап очищения у меня, и обожгла она гораздо больше, гораздо сильнее, и слава богу, без последствий, то есть у меня не было никаких там покраснений, высыпаний, сухости, там еще чего-то, но я написала в обратную связь, рассказала о том, что произошло, я уже была к тому моменту наслышана, что у кого-то такая реакция уже есть, но я не отношу свое лицо к какому-то гиперчувствительному или там аллергичному какому-то, нет. Вот глаза, да, глаза у меня это прям отдельная тема, но несмотря на это попала мицеллярка в глаза оба раза, и ни разу она мне не раздражала слизистую глаз, а веки у меня прям горели. Я написала обратную связь, все вот это, все свои ощущения. Я, конечно, была в тот момент очень раздражена вот этим, тем, что у меня, вот, посмотрите, да, у меня совершенно новый флакон, здесь ровно два использования, три, три использования здесь было, и они мне ответили, я вам сейчас вкратце не буду читать, они всем рассылают одинаково, мне уже и в Инстаграм, и ВКонтакте прям девчонки присылают, говорят, Марина, у вас как, у вас как, и я только после этого начала ее использовать, она у меня стояла, я все никак не могла оторваться от своего очищения ICU и попробовать эту мицеллярку. Но когда я получила уже третье сообщение о том, что у кого-то с этой мицелляркой проблемы, я уже начала ее пробовать, и вот все, что я вам сейчас рассказала о своем использовании, это уже было после получения таких отзывов. И все мне отписались, у всех одинаковый текст о том, что прежде чем использовать новые косметические средства, их нужно протестировать на предмет аллергии или непереносимости. Ну, как правило, используем на нежных местах, это локтевой изгиб или запястье, вот эти советы мне дали, затем написали, что растительные экстракты, пептиды, полисахариды бактериального происхождения, то, что делает средство эффективным, оно и вызывает как раз аллергию. То есть старались, сделали как можно более натуральным, а получилось, что оно не всем подходит. Содержит беспарабеновые консерванты, но именно они, несмотря на экологичность и натуральное происхождение, хорошие тесты на долговременную безопасность чаще дают раздражение. Ну, что я хочу сказать. Это мое сугубо индивидуальное мнение. За что боролись, на то и напоролись. Идет вот эта тенденция страха, фобии перед парабенами. И компании начинают следовать вот этому, вот этой вот истерии, да, и делать беспарабеновые продукты. Но уже не раз это говорилось, что парабены исследованы на протяжении многих лет, а те консерванты, которые используют вместо них, они не всегда протестированы в таком долгосрочном периоде, как парабены. И не перекрывают такого спектра, они не имеют такого широкого спектра действия, как парабены, да. То есть вот эти все натуральные там консерванты, экологичные, да, там, безопасные. Они безопасные, но они из-за того, что они вот такие натуральные, дают аллергию. То есть понятно, что все, что натуральное, оно и дает ответную иммунную реакцию. У кого есть какие-то предпосылки, то вообще очень бурно. Поэтому, конечно, к натуральным продуктам надо относиться более осторожно. Я, честно, об этом не подумала. Потому что у меня особо проблем не было. с натуральными какими-то продуктами. Ну, а с... Уже как говорить-то с натуральными, что ли, да? С ними, наверное, тоже. Я вот уже сейчас думаю, что, наверное, надо мне не экспериментировать и покупать просто с парабенами. И все, и точка. Ну и... Что еще хочу сказать, да, про тестирование. Тестировалось, ну, это уже мне, по-моему, компания тоже написала, что была фокус-группа, которая тестировала все эти продукты. И ни у одного участника фокус-группы не было вот таких проявлений, как у меня там, еще у девчонок. Я не знаю, с чем это связано и как подбирали людей в эту фокус-группу. Ну, опять же, да, если подбирали, вряд ли аллергики туда пошли, потому что для них это потенциально опасные продукты, да, потому что они сильно натуральные. Не аллергики по-разному. Моя подруга, например, сказала, мицеллярная вода жестковата, но нормально. То есть у нее кожа нормально отреагировала. Еще знаю девчонок, у которых я уж тоже там кого смогла опросила, нормально отреагировала. Кто-то, я обращалась, говорю, ты попробовала мицеллярку? Кто-то говорит, нет, я наслушалась и боюсь пробовать. То есть тут уже сейчас пошла волна вот этого обсуждения всего этого в сетях и в личных сообщениях. Но что хочу сказать. Мне, конечно, предложили ее вернуть, но я еще подумаю, буду ли я возвращать или нет, потому что производитель делает как лучше, а моя индивидуальная непереносимость здесь, конечно, сыграла роль. Ну, что поделать, они не могли этого предугадать, они хотели как лучше. Получилось именно так. Поэтому, возможно, я кому-нибудь дам ее попробовать. Если подойдет, я просто ее подарю. Про мусс сейчас скажу отдельно. Я пока сейчас говорю про мицеллярную воду. Ну и что еще хочу сказать. Да, вот мы все сейчас тоже всемирная идет истерия, еще раз это слово повторю, по поводу нетестирования на животных. Все только за это. Мы такие молодцы. Мы против косметики, которую тестируют на животных. И в итоге все тесты у нас проводятся ин витро, в пробирках. Ну и что они покажут относительно того, что показала бы кожная реакция, например. Да ничего. И я, честно, не понимаю сторонников вот этого движения, что все не должно тестироваться на животных. Вот что бы произошло, если бы лапку мышки помазали мицеллярной водой и увидели бы, да, что, допустим, она среагировала каким-то образом. Ничего бы. Мышки помазали лапку и она бы жила дальше. А сейчас огромное количество девчонок получили проблему с использованием. Ну, просто потому что мы не тестируем продукцию на животных. Мне вот еще интересно. Люди, которые ратуют, поддерживают, да, вот это движение. Скажите, а вот когда лекарства принимаете, да, вот у нас без этого ни один человек не обходится. Детей своих лечить. И вы задумываетесь о том, на ком тестируются эти лекарства. Они все тестируются и на людях в том числе, и на животных в том числе. И я не думаю, что если бы у вас была критическая ситуация, когда нужно лечиться, спасать жизнь, вы бы задумались, а тестировали это лекарство на животных или нет. Я думаю, вы просто принимали его, и все, и вам вообще было бы фиолетово. Вот всем этим сторонникам было бы фиолетово. Им хотелось бы жить, и не вы принимали эти лекарства. И сколько мышей умерло на тестировании того же аспирина, никто не знает, но все его принимают. Поэтому вот я и говорю, за что боролись, на то и напоролись. Боролись за натуральные составы, боролись за беспарабеновые средства, а в итоге получили то, что получили. Я к этому вот поначалу отнеслась очень эмоционально, но потом все вот это обдумала и поняла, что нет, мицеллярку я возвращать не буду. Я ее действительно кому-нибудь отдам, у кого не такое лицо восприимчивое, как мое. Потому что сейчас я думаю, что компанию бомбят. И я решила, что мне это не нужно, я не буду ничего сдавать. Пускай это кому-нибудь перейдет. Я обязательно найду человека, потому что такие люди существуют. Я просто отдам. Но по поводу мусс-крема для умывания, я тоже начала его использовать. И поначалу у меня не было никаких проблем с его использованием. Мне очень нравится консистенция. Это прям такая нежная, нежная, гелево-кремовая какая-то мягкая субстанция с ароматом для меня, вот прям арбузика. Очень приятно. Я, по-моему, в Клоранс покупала какие-то умывалки, именно кремовые, которые вот так же нежно ложились на лицо. И мицеллярку я так и отставила в сторону. Третье применение было. Уже спустя неделю после того, как я первые два раза попробовала мицелляркой, я еще раз сныла макияж буквально вчера. Но нет, все, эта реакция усиливается, Женя усиливается. Это не мой продукт. А крем-мусс для умывания у меня использовался, ну, примерно неделю. И вот последние дня три я начала обнаруживать на лице не то, чтобы какие-то прыщики, не то, чтобы бугорки, а просто я вот так трогаю лицо, а оно как будто бы крошками какими-то обсыпано, понимаете? А вот здесь на щеке очень сухое пятно, и без косметики оно розоватое. То есть прям раздражение какое-то на лице. И я уже позавчера ей не умывалась этим крем-муссом, вчера не умывалась, и остальное ничего не меняло в уходе. То есть все, что у меня было по уходу за лицом, остальное все осталось. А крем-мусс у меня был именно на утреннее умывание. И после утреннего умывания я обычно себя вижу в зеркало и себе нравлюсь. А последние три дня я начала видеть, что с лицом что-то не то, и даже макияж так не ложится. Я уже достала свою силиконовую щетку, начала этот мусс со щеткой, понимаю, что становится еще хуже, что у меня просто... Я вот так трогаю лицо, а оно не гладкое. Оно вот прям все шершавое, но не шелушащееся. Я даже это не могу вам объяснить. Это как будто бы какие-то прыщички, но с водой внутри. И я убрала. Я просто убрала из применения, и все начало налаживаться. В общем, все. Мне просто эта линейка не подошла. И я вот даю такие свои комментарии. Ничего сдавать не буду. Это все просто уйдет в пользу у кого-то, кому это подойдет. Вот и все. Ну, я думаю, что вы сейчас меня поругаете и за мое отношение к тестированию, и еще там за что-то. Девчонки, ради бога, пишите свои мнения, но пишите их в конструктивном ключе. Я хочу, чтобы вы не писали на эмоциях, что это все Г, это все там еще что-то, да пошло оно все куда подальше. Вот такие комментарии я буду удалять. Я хочу услышать от вас конструктив, я хочу просто увидеть ваши примеры. Или там, ну вот, без каких-либо лишних эмоций. Лишние эмоции отправляйте в обратную связь. Я не обратная связь. Я в компанию ваши эмоции передавать не буду. У меня нет такой возможности, полномочий и желания. Если вам нужно, эмоции отправляйте туда. Ну, на этом все. Большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Всем пока.